Пока экскурсионная группа не приехала, возле республиканской больницы простые работники заканчивают приготовление. Заместитель министра здравоохранения России в нашей республике впервые. Вот и хочется, чтобы запомнила хакасскую медицину только с лучшей стороны. Все самые современные методы, которые применяются в России за рубежом, мы сейчас делаем. Все делаете? Заведующие отделениями отчитываются. Татьяна Яковлева экзаменует. А для вашего министра спросил, у которого диспансеризация не на 100%, а это вы правы, при работе первичного звена. Татьяна Владимировна, а у нас еще там есть профосмотр? Иногда на вопросы московской чиновницы местным медикам приходится отвечать хором. Главное успеть рассказать побольше и хорошего. Постоянно мастер-классы осваивают, за гинекологов нормально работают, не стыдно. Направление экскурсии выбирала сама Татьяна Яковлева. Чиновница делилась опытом и давала советы, как сделать лучше. Профилактику медик считает не пить, не курить. Да, это дурость. И абсолютно, даже открыв ваши полностью региональные сосудистые центры, вы не справитесь со снижением смертности, потому что нет какой первичной и вторичной профилактики. С пациентами заместитель министра здравоохранения России тоже пообщалась. Вроде на медицину не жалуются. Это неправильное питание, но ничего. Здесь вот я уже посмотрела, здесь замечательные врачи, замечательная аппаратура. Здесь обязательно все найдут и все вылечат. Выздоравливайте. Сами пациенты и не поняли, с кем пообщались. Не представилась, по всей вероятности, приятная женщина. Проблемы в хакасской медицине есть, говорит чиновница. Например, высокая младенческая смертность. Рост онкологических заболеваний не хватает специалистов. Я болею за регионы. Регионы плохо работают, значит я плохо работаю, а я плохо работать не люблю. Поэтому, конечно, разборки обязательно будут, я уже сказала, по младенческой смертности. Но чтобы какие-то увольнения были тогда, нет пока. Местные власти проблемы знают и уже работают над ними. Например, добились строительства перинатального центра в Хакасии. Большую часть денег на него даст российский бюджет. Умеет республика попадать во все возможные федеральные программы. Этим наш регион и нравится Татьяне Яковлевой. Еще один плюс, который отметила чиновница, зарплаты у хакасских медиков совсем неплохие. Даже на уровне московских. Хотелось местному Минздраву похвастаться еще и поликлиниками на колесах, которые ездят по отдаленным деревням. И не только ими. Теперь в Хакасии помимо мобильных поликлиник есть еще и аптеки на колесах. Здесь все как настоящее. Есть те же условия хранения, ящики, холодильник. А медикаменты специалисты привозят в малые села те, которые пользуются популярностью. Теперь у каждого жителя Хакасии есть возможность получить то лекарство, которое ему необходимо. Возьмите, пожалуйста. Но как бы ни готовились работники на медицину на колесах, Татьяна Яковлева взглянула лишь мельком. Мария Дудник, Владимир Байкалов. Новости 7-й телеканал.